И моя тема сегодня будет о том, о чем нам нужно просить у Господа. И вы знаете, мы на самом деле имеем свои представления о прошении. У каждого из нас есть своя философия о прошении. Вообще многие люди считают, что просить это вообще нехорошо. Они считают, что они настолько независимы, что не надо просить. Но иногда Бог ставит нас в такие условия, когда мы вынужденно зависимы. И вынужденно зависимы даже друг от друга. И даже так расположил Бог члены в теле Христа, чтобы мы одинаково заботились друг о друге. Вы знаете, мы говорили о дарах духовных. Иногда один дар будет развиваться только тогда, когда другой дар помогает ему развиться. Например, дар вспоможения. И дар вспоможения, он служит другим дарам. Или же дар увещания, когда человек нуждается в увещателе. Понимаете, некоторые из нас здесь сидят в зале, и они даже больше, может быть, нуждаются не в учителе сегодня. Потому что они знают учение. Но они нуждаются в увещателе. Человека, который просто будет увещать. Ну давай, брат, у тебя все будет хорошо, Бог тебе поможет, ты прорвешься. И просто когда он слышит это увещание, которое тоже он знает наизусть, но он чувствует в этом интонацию Духа Святого, интонацию голоса Господа. А это ему нужно. И поэтому мы должны понять одну вещь, что просить у Господа – это правильно. И сам Иисус многократно и многообразно учит нас просить у Господа. И мне была интересна очень тема, что мы должны просить у Господа. И, конечно, можно самим придумать очень много, исходя из опыта жизненного и разных учений, можно придумать очень основательные причины, почему мы должны просить то или другое или третье. Но мне было интересно, о чем сама Библия учит, о чем нам нужно просить, о чем сам Господь нас просит просить. Я повторюсь, Господь нас просит просить. И когда Он говорит «просите» об этом, об этом, об этом, это значит, Он нас просит просить. В этом есть очень большая премудрость, и, конечно, очень много причин, почему Он это делает. Но мне было интересно именно найти причины, не причины, а темы, на которые нужно просить. И я нашел 12 пунктов, о чем нам нужно просить у Господа. Во-первых, пункт, который нам нужно просить у Господа, Лука 11, 13, говорит о том, что мы должны просить у Него Духа Святого. Когда я был обращенным христианином, я думал, это молитва, которая должна совершиться один раз в жизни. Когда мы просим Духа Святого, и мы не имеем Духа Святого, и мы однажды просим Духа Святого во время покаяния, Господь нам дает Духа Святого навсегда. Ну и знаете, в некоторых динахах мажут елеем крестик на лбу, и как бы ты не нуждаешься в Духе Святом. Но потом я обнаружил, что мы постоянно нуждаемся в исполнении Духом Святым. И просить Святого Духа – это правильно. И вы знаете, когда мы сейчас прослушаем, о чем, если мы успеем, конечно, все это сделать, о чем Бог просит нас просить, и мы введем это в христианскую привычку, я думаю, что наш качественно-духовный уровень, он вырастет. Потому что когда Он просит нас просить, это значит, что Он хочет нам дать, но Он хочет, чтобы мы оценили. Вы знаете, мудрый человек, который имеет, что дать, иногда он это продает. Я однажды столкнулся с людьми, с одним из авторов одной книги, который продавал свои книги. Я подумал, ну ты человек независимый финансово, ты можешь просто дарить эти книги. И Он объяснял, Он сказал, я не буду дарить эти книги, я буду их продавать. И не потому, что мне нужны деньги, а потому, что я хочу, чтобы человек, он оценил то, что я ему даю. И когда он вкладывает что-то свое, он покупает это, то он приобретает это за какую-то жертву, он начинает это по-другому к этому относиться, он начинает это ценить. И есть вещи в Библии, когда Господь дает нам просто так, но есть вещи, которые Он нам продает. Вы удивлены, что Бог нам продает? Нет, в Библии есть много мест, где Он нам продает. И Писание говорит в Отковении в 3 главе церкви Лаодики, которая уже устала, которая стала самодостаточной, «Купи у меня золото огнем очищенное». Значит, мазь, чтобы глазная мазь, чтобы помазать свои глаза, одежду, чтобы одеться, не видна была срамота наготы Твоей, но купи у меня золото огнем очищенное. И ревнуйте о дарах духовных. Это же надо ревновать. Это не приходит автоматом. И я думаю, что нам нужно научиться исполняться Духом Святым. И однажды спросили одного человека, это был Саровский, он является одним из таких канонизированных святых в Православной Церкви у нас в России. Он был в России. И его спросили, самое главное для человека – это что? Какая самая главная молитва в жизни человека? Какая? Его спросили. И он сказал, это чаяние Духа Святого. Так сказал старец, отшельник, одинокий, человек, который служил тоже и Богу, и людям. И он сказал, что для него эта молитва является самой главной в жизни. Это отчаяние Духа Святого. Потому что когда Господь с нами, то тогда и все то, что Он имеет, с нами тоже. И поэтому это то, что мы можем просить. И написано, «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Скажите, просящим у Него. Следующая вещь, которую нам надо просить, я вам просто рекомендую, просите каждый день, хотя бы один раз. Это написано в Акове 1.5. Нам нужно просить у Бога мудрости. И Писание говорит, «Если же у кого из вас не достает мудрости, а у кого из вас достает мудрости?» Поднимите вашу руку. Потом подойдите на меня, руку возложите, я встану на колени, и вы за меня помолитесь. Ну, у кого из вас достает мудрости? Значит, это молитва для нас. У меня первое, мудрости не достает, я нуждаюсь. И Писание говорит, «Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, скажите, всем, просто и без упреков, и дастся Ему». Я вообще рекомендую три раза просить, даже семь раз просить мудрости. И кто здесь из нас есть немудрый, просите, Господь, дай мне мудрости, потому что Слово Твое говорит. Что интересно, я хочу напомнить вам, я не читаю вам из книжки, я читаю вам из Библии. Это Библия. Если Библия просит нас просить, значит, она уже приготовила нам ответ. Значит, Бог уже приготовил нам, чтобы нам дать. Третья вещь, которую нам надо просить, написано в Псалмах 104.4. «Ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда». И в другом месте написано «просите силы», потому что вся сила у Бога. И когда Господь дал нам Духа Святого, Он так даже дал нам силу побеждать грех, побеждать мир, но также эффективно благовествовать Христа через Святой Дух. Слава нашему Господу! Вы знаете, Святой Дух может проникать интересными путями, Он даже может ходить необыкновенным образом. Я поделюсь с вами небольшим таким примером. И просто я рассказывал это уже, что однажды я получил письмо, на которое ответил, но оно было не по адресу. Я подумал, ну, наверное, это не случайно, я напишу это письмо, и напишу тут это свидетельство. И я послал, и у меня завязалась переписка. Оказывается, это был доктор психологических наук с Арменией, и мы с ним долгое время переписывались, пока Советский Союз там уже совсем не рухнул, и пока мы не потерялись. Но я свидетельствовал Евангелие, он даже не знал, сколько мне лет и кто я, потому что он думал, что он ведет переписку с таким же интеллектуалом, как он. Он выслал мне свои данные, это был доктор, профессор, директор и так далее, или академия, или института. В общем, я вам подумал, а вы кто? Вы отвечаете мне на такие вопросы? Почему невинные страдают? Почему катастрофы на свете происходят? Я просто молился Господу и из Библии писал ему. Я был мальчишка, который только покаялся, мне было 20 с чем-то лет, а это был уже умудренный жизнью профессор. И мы с ним переписывались, и он не знал, с кем он переписывается. Потому что дух премудрости, он сходил, и Господь служил ему. И есть много-много примеров, каким образом Святой Дух хочет проникнуть. Но нам нужно просить силы. Просить и силы быть свидетелем Иисуса Христа. Иногда для того, чтобы быть свидетелем Христа, нам нужна сила. Нам нужна сила не бояться общественного мнения. Даже подростки, дети, юноши, девицы в институтах или на наших работах. Иногда нам нужно просто стоять и свидетельствовать о Христе. Нам нужна сила. Нам нужна сила не предавать, как мы сегодня слышали, о том, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа. Четвертая вещь, которую нам надо просить, нам нужно просить Дух. Дух премудрости и откровения. И апостол Павел говорит Ефесянам, 1 глава, 15-19 стих. «Посему я, услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости». Смотрите, непрестанно молюсь о вас, чтобы Бог Господа Иисуса Христа дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Для того, чтобы познать Его, нам нужен Дух. Мы можем услышивать интеллектуальные семинары, можем читать очень умные книги, но познать Его можно только Духом откровения и премудрости. Сегодня, когда мы слушаем Слово, наш Дух свидетельствует нам, что это истина. И мы слышим Духа, который внутри нас, и этот Дух сегодня открывает нам о Боге. И поэтому к познанию Его нам нужен Дух. И написано, чтобы Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения, к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас верующих под действием державной силы Его. Через Дух откровения мы познаем о том, кто такой Бог, и мы познаем, кто мы в Боге. И здесь он говорит, что этот Дух открывает нам познание Его и кто такие мы в Боге. Слава нашему Господу! Не то, что мы чувствуем, не то, что нам говорят люди, не то, что мы переживали в прошлом, а то, что Бог говорит о нас. И вы знаете, иногда нужно очень сражаться с тем, чтобы принять Его точку зрения. Например, человек говорит, я некрасивый, я глупый. А Господь говорит, нет, ты красивый, ты умный. И тебе нужно смириться, чтобы принять Божью точку зрения. Вы знаете, для этого не нужна гордость, потому что тебе кто-то дьявол нашептал, кто-то какой-то враг тебе сказал, и ты поверил. А Богу ты верить не хочешь. А Богу ты не веришь. И это очень серьезные вещи, когда нам нужно принимать то, что Бог говорит о нас. Это тоже война. Это духовная брань. Пятая вещь, которую мы можем просить у Господа. Кто сегодня из вас молится на иных языках? Скажите, поднимите ваши руки. Поднимите. Кто молится? Кто крещен Духом Святым? Вы примите в локте. Вам не надо стыдиться этого. Слава Господу! Почти все. Это очень хорошо. Но написано так. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, морись о даре истолковании. И мы порой забываем вообще о том, что Библия учит нас молиться о даре истолковании. И вы знаете, человек сам по себе существо очень слабое и недалекое. Нас с вами уносят обстоятельства, и они формируют, обстоятельства жизни формируют из нас определенную ментальность такую. И даже наша вера, она претерпевает преобразование относительно внешнего давления. И мы начинаем просить о том, что нам надо. То, что диктует наши обстоятельства, а не то, что учит нас учение. И понимаете, мы забываем молиться, говоря на языках, мы забываем молиться о даре истолковании, потому что для нас это кажется неактуальным. Но Библия говорит, что это актуально. Что нам нужно держаться этого. И мы выбираем или же внешнее давление, или выбираем учение. И я сегодня призываю, бросаю вам вызов, чтобы мы встали на учение. Вот почему нам нужно сблизиться со Словом Божьим. Вот почему нам ежедневно нужно читать Божье Слово. Потому что если вы бросили читать Божье Слово, вы все дальше и дальше уходите от понимания Христа. И у вас сформируется. Некоторые люди даже начинают обижаться на Бога, начинают подозревать Его, что Он недобрый. Начинают подозревать Его о каких-то вещах, и у них формируется ложный образ Бога. Потому что они оставили Его Слово. И сегодня, как бы, хочет, чтобы мы стояли в учении. И поэтому у кого из вас нет дара истолкования, молитесь о даре истолковании. Закричите, дар истолкования. Аллилуйя. Шестая вещь, которую нам нужно просить у Господа. Захария 10.1. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Я верю, что речь идет не о земных дождях. Их много. Недавно мы проезжали уссуристом, затопило все. И, конечно же, ну как мы будем регулировать своими молитвами дождь? Мы не боги, чтобы регулировать. Когда ему посылать дождь, когда не посылать. Речь идет о духовном дожде. И Бог призывает нас молиться о пробуждении. Я призываю нас молиться о дожде. Скажите, молиться о дожде. И написано «просите». Вы слышите, нет? Воспряньте, иначе сейчас мы встанем, будем массаж делать друг другу. Вы здесь, нет? Просите дождя. Заглядите, дождь. Просите дождя во время благопотребное. Это значит, мы должны молиться о пробуждении. Разве нам не нужен дождь? Разве нам не нужно, чтобы люди видели во снах Господа? Разве нам не нужно, чтобы они говорили о Боге? Разве нам не нужно, чтобы их Дух Святой не давал им покоя, и они чувствовали вину за свои грехи? И когда дождь приходит, невидимый дождь Духа Святого, через молитву церковь, через разорванную завесу, через прорыв в Церкви Божьей, в городах, то тогда люди начинают думать о Боге. Они начинают чувствовать святое неудовлетворение. Они начинают искать, они начинают голодать по Богу, и их дух приготовляется к встрече с Иисусом. Седьмая вещь, о которой нужно просить, это просить об открытых дверях для Евангелия. Колоссянам 4 глава, 3-4 стих. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь» Это Павел говорит апостол. «Чтобы Бог отверз нам дверь для Слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Вы знаете, я хочу сегодня, когда мы запишем эти 12 вещей, чтобы мы просто вошли в сезон прошения об этих вещах. Это не проповедь, это задание. Это не проповедь, это задание. Если вы не успели записать, не вооружились, обязательно возьмите потом эту проповедь и законспектируйте, запишите свою Библию. Давайте мы попросим наших ребят, кто здесь есть. Соня, да, Полина? Здесь вы? Значит, зафиксируйте, пожалуйста, это. Зафиксируйте завтра 12 вещей, и мы выставим это с местами Писания, чтобы мы могли вложить закладку в Библию. И с утра мы будем молиться на коленях об этих вещах. Чтобы эти 12 вещей, о которых просит нас Бог, я знаю, что если я придумал молитву, я могу не получить на нее ответа, если она неправильная. Но я знаю, что если Бог написал в Библии молиться об этом, это значит, Он будет отвечать на эти молитвы. Вы здесь? И Он говорит, просите об открытых дверях для Евангелия. И Павел просил, чтобы за Него молились, за Божьих людей, которые несут Божье Слово, чтобы Бог открывал им, чтобы подавалось им Слово, и чтобы Бог открыл двери для Слова. Восьмая вещь, которую мы должны просить у Господа, я говорю должны, потому что Библия учит об этом. Псалом 121.6 написано так. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Просите мира Иерусалиму. И мы сегодня знаем, что сейчас происходит в Израиле. Вы знаете, да? Что сейчас террористы перефокусировались, они сделали другую методологию, и они уже не ходят с взрывчаткой, они режут. Они ходят с холодным оружием. 16-летние дети становятся убийцами. В ООН показывали картину человеческого тела с точками, со смертельными точками, где учат террористов убивать евреев. И сейчас наши братья с Израиля, они пишут нам о том, что на улицах нет людей, полиция везде, люди боятся, они садятся, чтобы закрыть спину и бока. Они не знают, кто рядом с тобой сидит. Представьте состояние на улице, когда люди даже выходить на улицу в магазин боятся, потому что кидаются просто на мирных жителей, даже на детей, и режут ножами. Их отстреливают, убивают на месте, но они считаются героями у них. И нам нужно просить мира Иерусалима. Кто сегодня молился за Израиль? Вы видите, это должно стать. И церковь, которая стоит в учении, она исполняет Божье Слово. Я хочу сегодня изо всей силы сражаться за то, чтобы мы стали в учении, чтобы мы не были просто светская церковь, которая тащит на интеллекте, а чтобы мы были церковь, которая стоит на Божьем Слове. Аминь. И я сегодня призываю, воздайте Богу славу. Простите мира Иерусалиму. Наши братья открывают там библейскую школу, и они пригласили нас там учить. Если Бог даст нам возможность, то мы должны двинуться на начало этой школы уже в декабре месяце, чтобы там начинают братья, очень много наркоманов, и наши братья служат, и там поднимается народ, который готов идти и распространять Царство Божие. И это в Иерусалиме. Поэтому просите мира Иерусалиму, благословляйте Израиль, чтобы Господь мог прославиться в нем. Аминь. Девятая вещь. О, мы успеваем. Слава Господу. Девятая вещь, которую нам нужно просить, нам нужно научиться просить в наших жизнях, благополучия в нашей жизни. Это тоже способность духовно, такая способность одухотворения нашего быта, одухотворения наших бытовых, житейских нужд. И я хочу пояснить, что я имею в виду. Ездра, 8 глава, 21-23 стих. «И прогласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться перед лицом Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. И так мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас». Значит, вы знаете эту историю, что они должны были переправлять и сокровищницы, и разные материалы строительные должны были переправлять в Израиль для того, чтобы восстанавливать храм. И они не хотели перед мирскими людьми как бы просить у них военной охраны. И они избрали призвать помощь Бога, потому что это были духовные люди. Они понимали, что помощь Бога гораздо эффективнее, чем помощь человека. На каждого сильного есть более сильный, но Бог самый сильный. И мы должны тоже ввести в свою традицию, семейную традицию. В наших домах прошение об охране, прошение о благословении нашем пути, прошение о благословении нашего путешествия, прошение о наших проектах семейных, личных, персональных. Мы должны научиться этому, ввести в традиции наши, просить у Бога благословения на наши дела. Вот здесь сегодня. И это есть тот девятый пункт, когда Слово Божие учит нас об этом. Десятое. Мы должны научиться у Бога просить народы. И сам Бог просит, 2 Псалом, 8 стих, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и в пределы земли во владение тебе». «Проси у меня, народы!» Закричите «Народы!» Закричите «Бог, дай нам народы!» И мы должны растянуть наше сердце, чтобы научиться просить народы. Смотрите, 12. Давайте мы заучим это наизусть. Мы сделаем распечатки, положим это в Библию, и мы будем держать это. Давайте мы будем несколько месяцев, каждый день просить эти 12 вещей у Господа. Чтобы оно стало вот здесь. Чтобы мы стали ходатайствовать не только о том, чтобы наши дети получали пятерки, или чтобы у нас была зарплата вовремя, а чтобы мы молились Божьими нуждами. То, что Бог говорит нам, это Он хочет дать ту церковь, которая покупает эти благословения через ходатайственную молитву. Одиннадцатая вещь, которую мы хотим просить у Господа, это Марка, 6 глава, 56 стих. «И куда ни приходил Иисус, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах, и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Просите, чтобы исцелиться». Мы должны просить исцеления. Мы должны просить, чтобы церковь была исцелена от болезней. Это хорошо, когда мы употребляем медицину. И Лука был врач. Но нам нужно просить у Бога, чтобы Он исцелял нас, потому что Иисус умер не только за наши грехи, но также за наши болезни. Слава нашему Господу! Воздайте Ему славу! Поэтому давайте мы разовьем культуру молитвы за исцеление. Потому что Он сказал, что есть дары исцеления. Дары, не дар, дары. Есть дар пророчества, но есть дары исцеления в разных форматах, которые работают. Но Он дал нам дары, чтобы мы исцеляли друг друга. И Писание говорит, исцеляйте. Больных, прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Идите, исцеляйте. И сегодня, Он говорит, верующие будут сопровождать знамение. Возложат руки на больных, верующих, не апостолов, не пастырей, верующих. Возложат руки на больных, и они будут создавать развитию культуру, что когда у кого-то что-то болит, у тебя сразу идет ходатайство за него. И ты говоришь, брат, давай я за тебя помолюсь, давай просто помолимся, давай будем верить, давай помолимся, чтобы у нас было мышление молиться за исцеление. Вы здесь сегодня? Закричите, исцеление! И еще одна вещь. Я знаю, что еще много можно просить, но это то, что Божье Слово. На каждое место здесь приведена цитата из Библии. И Данила, 2 глава, 18-19 стих, написаны такие слова. «Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Вы знаете эту ситуацию, что начальствующий царь, он увидел сновидение, дал задание своим волшебникам, волхвам, чародеям, и они не могли ему рассказать его сон. И тогда он сказал, что если в данное время, я даю вам шанс выжить, определенный отрезок времени, вы не скажете мне, эту тайну не откроете, то вы дармоеды, напрасно едите здесь хлеб, занимаете позицию, вы не можете сейчас испытания пройти, я вас всех казню. И Даниил тоже с мудрецами, с Сидрахами Сахавдинако, попал под эту статью. И тогда Даниил стал молиться о том, чтобы Бог открыл ему тайну. И Бог открыл ему тайну по его молитвам, потому что они молились о том, чтобы тайна была открыта. И сегодня нам нужно молиться тоже и научиться задавать Богу вопросы. Иногда мы просим только что-то, что мы знаем, но мы не просим о том, чего мы не знаем. И нам нужно научиться просить о том, чего мы не знаем, чтобы Бог открывал нам. У нас в Сыриске было вечернее собрание молитвенное, и там брат делился и делился немножко из тайн Божьих. Например, слово, что я еще раз потрясу небо и землю. А еще раз, это значит, он уже ее тряс. И я задавал вопрос, что он имеет в виду? Это было в Аднифалика, когда земля разделилась? Это было во время, когда Люцифер упал на землю? Это было, когда было землетрясение при семи печатях, сорванных на небесах в Откровении? Или это было при Голгофе, когда гробы расселись, завеса порвалась, и было великое землетрясение? О чем идет речь? И мы не можем сегодня однозначно утверждать, что это один раз было, или уже много раз было, и что он все эти разы имеет в виду и говорит, я еще раз потрясу небо и землю. И есть определенные тайны, о которых мы даже не говорим, о них не пишут книжки. Их проходят мимо, потому что есть определенная герминевтика, которая уже сформировала наше мышление. Мы скачем по Библии, по верхушкам, и даже не останавливаемся, но прочесать против шерсти у нас не хватает дерзновения, и голода, и любопытства. А возьмите, поверните руку и начните чесать мимо шерсти. Все то, что под шерстью, начнет открываться. Вы здесь сегодня? И поэтому зализанное слово проповедями, мы читаем то, что уже знаем, и пробегаем бегло то, чего мы не знаем. Но ты запусти в другую сторону и начни открывать то, что под шерстью. И иногда Слово Божие таит еще столько сокровищ и богатства, которые нам еще не снились, и оно настолько потрясающее, там бездна, если мы просто по-новому подходим, с голодом, с жаждой, не торопясь к Божьему Слову. И нам нужно научиться просить у Бога, задавать ему вопросы по Библии, задавать ему вопросы о тайнах Библии, о тайнах, которые нам еще сокрыты, не раскрыты, чтобы наши отношения с Господом были такие. И Данил молился о тайне, и Бог открыл ему тайну, и Данил постился о тайне. Почему 70 лет прошло, а Израиль еще не выведен с Вавилона, и Бог послал ангела, который открыл ему эту тайну. Вы знаете, это отделяло пророков, это показывало, что эти люди имеют уникальные взаимоотношения с Господом. Им не просто ровно ехать, им нужно сердце Бога. И сегодня пророки – это друзья Бога. Им нужно сердце Бога, им не нужна только рука Бога, им нужно сердце Бога, им нужен Его Дух. Они хотят познать Его природу, они хотят знать Его пути. Господь открыл дела свои Израилю, а пути свои Моисею. Он показал ему сокровенные причины того или другого действия Бога. И Моисей, восклицая, говорит, «Яви мне славу свою, покажи мне ее, я хочу ее видеть». О чем говорит наше сердце? Сегодня вот эти 12 вещей, которые я сегодня быстро, бегло проговорил, это вообще семинар надо делать часа на три, чтобы каждую из них, она должна войти и раствориться в нас. Но я прошу вас, давайте начнем молиться об этом, потому что Бог ответит нам на эту молитву. Я верю, что если Он сказал нам об этом просить, то тогда Он приготовил для нас ответ. Иисус Господь. Я хочу быстро пробежаться, не хочу сейчас просто так, чтобы это прошло, и быстро пробегу еще раз. А вы будете прокричать, что именно нам надо просить. Давайте. Просите Духа Святого. Просите мудрости. Просите силы. Давайте так будем говорить. Дай нам. Хорошо? Дай нам Духа премудрости и откровения. Дай нам дары столкования языков. Дай нам дождь ранний и поздний. Дай нам открытые двери для слова. Дай мир Иерусалиму. Дай мир Иерусалиму. Благослови наши дома. Даруй нам народы. Исцели нас от болезней. Открывай нам тайны слова Твоего. Аминь. Вас дайте Богу Слава.